В связи с корректировкой главного финансового документа региона, было сокращено финансирование многих бюджетных организаций и учреждений в округе. Как это сказалось на программе развития спорта, расскажет председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента образования, культуры и спорта в Ненецком автономном округе Игорь Павлович Шевелев. Игорь Павлович, здравствуйте. Добрый день. Игорь Павлович, как выполняется программа развития по физической культуре и спорта в округе, которая вступила в силу в январе 2015 года, и где она включает в себя строительство и сдачу в эксплуатацию спортивных объектов? Да, добрый день. Сначала давайте поговорим о том, что строится, что планируется построить. Значит, на сегодняшний момент уже подходит к завершению строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Оксино. Я думаю, что сентябрь-октябрь реальные сроки сдачи этого комплекса. К сожалению, затягивается все еще сдача в эксплуатацию физкультурных и здравительных комплексов в Нинеси и в Амдерме. Есть одна радостная новость, что наконец-то открыл свои двери физкультурно-оздоровительный комплекс в Нижней Пёше. С 9 июня уже приступил к работе руководитель филиала этого комплекса. Почему филиал? Мы создали не учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс в Нижней Пёше, а филиал нашего окружного учреждения «Ледовый дворец спорта-труд». Если немножко поподробнее о Нижней Пёше, значит, там сейчас работает, функционирует летняя здравительная площадка. Более 30 детей занимается ежедневно. Значит, ФОК работает с 9 до 21 часу. В общем, люди с удовольствием ходят. Я буквально сегодня общался с руководителем этого ФОКа. В общем, все рады, довольны, долго ждали, и наконец-то это пришло. Это событие состоялось. Значит, еще можно рассказать о том, о планируемом строительстве большого спортивного комплекса на улице Светлой. Это в районе строящегося жилого комплекса на улице Авиаторов. Значит, там ситуация сейчас следующая. Средства в бюджете на привязку проекта к местности есть. Сейчас решаются вопросы по землеотведению. Есть небольшие проблемы. Я думаю, когда они окончательно будут решены, будут следующие поступательные действия. Ну, пока все по строительству. А в частности, именно вот этого многофункционального спортивного комплекса, его все арены или залы, и бассейн, они будут отвечать нормам, которые приняты в спорте? Или все же будет опять какое-то отличие в экономии бюджета? Опять что-то не такое, да, как обычно. Дело в том, что мы в тех заданиях на проектирование этого комплекса установили, что, по крайней мере, спортивный зал многофункциональный должен отвечать всем требованиям современным для организации и проведения соревнований любого уровня, по крайней мере, в сфере российского. То есть, если рассматривать на перспективу, мы все-таки думаем, что мы будем принимать соревнования одной из лиг по игровым видам спорта. Ну, пока планируется мини-футбол, но, в принципе, это может быть и волейбол, и баскетбол. В комплексе планируется строительство бассейна на, по-моему, 5 дорожек. Вот, насколько я помню сейчас, да, могу ошибиться, 5 или 6 дорожек. Еще одна зона спортивная будет достаточно большая. Там будут размещены площадки для волейбола, баскетбола, тенниса. То есть, это будет зал-трансформер, он будет зонирован. Ну, то есть, будут легковозводимые перегородки. Как правило, сети это бывает, чтобы можно было в случае необходимости сделать большое пространство для иных целей. Ну, скажем, для выставки какой-нибудь. Как правило, практика такая во всех больших комплексах. Практически во всех бюджетных организациях идет сокращение финансирования. Как это касается Комитета по физической культуре, и, в частности, коснулось ли это вообще спорта? Да, значит, в главном финансовом документе округа в законе о бюджете произошли изменения, внесены изменения, изменения существенные для спорта, причем не в положительную сторону, а наоборот. К сожалению, к нашему большому, произошли сокращение расходов на проведение как окружных мероприятий, так и на подготовку и участие сборных команд в межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Значит, небольшой анализ такой. По большому счету, все необходимые мероприятия текущего года, 2015-го, мы выполнили. То есть провели чемпионаты, первенство округа по видам спорта, провели крупные мероприятия массовые, там, Лыжня России, Северное Сияние, Кубки губернатора по хоккею и боксу. В принципе, все наши сборные команды приняли участие в своих главных мероприятиях, для чего они готовятся. Это чемпионаты и первенства как федеральных округов, так и России по видам спорта. Также сборная команда округа приняла участие в Порт-Океаде учащихся в России. Я тут проанализировал немножко. В общем, конечно, нельзя назвать это как катастрофой, что у нас не будет средств до конца текущего года. Но это существенное ухудшение условий для тех людей, кто готовится сознательно для достижения высокого результата. Тем спортсменам, кто хотят показать, кто хочет и кто может показать высокий результат. Здесь, да, здесь я согласен, существенный минус. Но мы, конечно, не будем сидеть, сложа руки, будем предпринимать усилия, чтобы, если не бюджетное финансирование включить, ну, постараться вне бюджетного финансирования подключить. Спортсмены, вот, к примеру, боксеры, или вот Александр Терентьев, лыжник наш, да, который показал хорошие результаты в этом сезоне, они после летних сборов могут рассчитывать все равно на выезды, на какие-то соревнования, потому что результата уже не будет, вы сами знаете. Я согласен, да. Они уже не смогут рассчитывать на бюджетное финансирование, но я еще раз повторяю, будем предпринимать усилия подключать вне бюджетное финансирование. То есть такие возможности и есть, будем их использовать. На сегодняшний день, к сожалению, ситуация не совсем приятная, вот, именно для этих людей, для спортсменов. Ну, будем надеяться, что к следующей встрече как-то она уже более-менее стабилизируется. Ну, да, обязательно встретимся, я даже наложу какие-то изменения, если произойдутся. Я надеюсь, что мы сможем добиться, что эти изменения будут. Да, ну, на самом деле ситуация не самая благоприятная. Игорь Павлович, и вот кратко, может быть, пройдемся по вопросу, вот, предложенный нашим губернатором, план поэтапного внедрения ГТО в общеобразовательное учреждение нашего округа. Как он проходит, двигается? Потому что план стоит до 2017 года. Какие уже сделаны шаги, и, может быть, кто-то уже первый смог получить вот эти значки ГТО? Да, правильно заметили. Значит, есть у нас план поэтапного внедрения в округе в текущем году, в 15-м и прошедшем, в 14-м, то есть в учебном году, 14-го, 15-го года, у нас основной акцент по тестированию норм ГТО был на общеобразовательной организации. Все, в чёрке, все общеобразовательные организации приняли участие в тестировании, все протоколы высылались нам там, где это, ну, по тем видам, где это возможно было, да. Если в поселениях плавания нет, бассейна нет, естественно, там плавания не было. Ну, были лыжные гонки, да? Можно заменить, да. Ага, можно заменить. Ну, а все основные виды, подтягивания, нажимания, прыжки с места, век на короткие длинные дистанции, это всё было проведено. И вот таким апофеозом вот этих вот мероприятий была декада ГТО, которая прошла в середине мая у нас. Ну, вот по итогам немножко декада, это я могу сказать, значит, приняло участие у нас 75 человек. Это возрастная группа, 13-15 лет, четвёртая группа. Ну, вот и что интересно, значит, 5 человек создали у нас на норматив, на золотой знак. 4, по-моему, человека на серебряный и 7 на бронзовый. Вот такая статистика. Дело в том, что получить знак не так просто, как окажется на самом деле. Причём, даже если ты сдашь ГТО, федеральный оператор ГТО находится в Казани, значит, он предложил следующий алгоритм действий. То есть для любого жителя России, гражданина, ну, жителя России, кто хочет принять участие в сдаче норм ГТО и затем получить знак отличия, изначально нужно зарегистрироваться на федеральном сайте ГТО, получить свой персональный номер, ID-номер так называемый, вот, и после этого уже обратиться в ближайший центр тестирования. Вот, кстати, по центрам хочу сказать сразу, да, в продолжении. Мы, значит, сейчас у себя создаём три центра тестирования в округе. Это ДЮС-лидер детской юношко-спортивной школы «Искатели» и ФОК «Звёздный». Нам из федерального бюджета выделена субсидия, миллион двести по софинансированию, оснащению этих центров необходимым оборудованием. Вот, я продолжу, да, по центре. То есть любой гражданин, получив один номер, обращается в указанные центры. Это у нас, если в округе. Это уже сейчас можно сделать? Нет, сейчас пока ещё нельзя. Мы ещё не закончили работу по оснащению центров тестирования. Я думаю, это уже будет ближе к Новому году, где октябрь, ноябрь, возможно, нужно провести закупки, оборудовать всё это. Но эта работа уже проводится сейчас. Что здесь интересно, у нас же многие жители нашего округа выезжают в летнее время на отдых за пределы округа. Так вот, с этим одним номером любой гражданин может сдать эти самые тесты в любом центре тестирования. Достаточно заглянуть на сайт, наверное, ну, в интернете поискать, в том городе, где они есть. И если есть желание, то можно сдать. Можно сдать эти нормы. Затем, значит, центр тестирования аккумулирует все эти протоколы, передаёт их в органы исполнительной власти, в субъекта федерации. В данном случае в Комитет по спорту, да. Комитет по спорту своим приказом присваивает, ну, когда все, если всё подходит, присваивает знаки отличия серебряный и золотой, а приказ о присвоении знака, секундочку, о присвоении знаков серебряный и бронзовый, а приказ о присвоении, о вручении, о присвоении знака золотой, это уже приказ Минспорта. и потом уже в торжественной обстановке все это будет вручаться. Но это такой длительный алгоритм, мы к нему идем и я надеюсь, что мы к нему придем в дальнейшем. Вот это и есть как бы поэтапное внедрение комплекса ГТО. Значит, в текущем году я уже сказал, все общеобразовательные организации, в дальнейшем, когда центры тестирования будут созданы, все желающие смогут поучаствовать в этом тестировании, ну и так постепенно будем по этому пути идти. Игорь Павлович, спасибо вам за интереснейшую беседу. Надеюсь, что вскоре все проблемы в нашем спорте уйдут. Я напоминаю, что сегодня со мной в студии был председатель комитета по физической культуре и спорта в Ненецком автономном округе Шевелев Игорь Павлович. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok